Всем привет! Это обзор онлайн-фестиваля Geek Picnic, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Picnic – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. За 3 дня Geek Picnic можно было побывать на экскурсиях в пещере Blackout, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами, представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики, побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek Picnic Online, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. Пример такой трансляции на 8-й минуте этого видеоролика. Примерно. Прикольно. Алёша нам передаст эти комментарии. Лёша, Настя, передавай комментарии. А у Сергея такая же футболка, там написано супер пилот. Да. Потому что он наш пилот испытатель. Сергей Маладий, это коллеги. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ой, а что это за наклей? Кто объяснит? Кто объяснил? Это Типкоатлетика. Соревнования. Соревнование называется у нас в России, а-ля «Соревнование по Союз», которое организует соревнования для людей с разными секундами средствами реабилитации, то есть там участвуют и только люди из протеза беру, а ног, коляски, электрические медицинские и стопы. Леша передает комментарии, пишут «А если я задел, тебя током не бьет?» «Можно так устроить, но у нас, по крайней мере, протезы, которые не пропускают ток». «А расскажи, пожалуйста, ты упомянул кибатлон, который проходит в Германии. Расскажи поподробнее. Я так понимаю, этот участок трассы – это один вариант подготовки к этому кибатлону?» «Да, естественно, у нас тут это стоит, поскольку мы готовимся к кибатлону, который будет практически из-за нынешней ситуации с коронавирусом будет трансляция по интернету. Они, как обычно, все команды собирались с кинцами и будет прямая трансляция. Сутки по интернету будут сидеть команды и у нас тут кинцасси. Мы готовимся к кибатлону будем представлять протезы. Будет форная России, где собирается команда с протезами «Ротезами ног и коляски». И все вместе будем на консистенции. Каждый мир, по-моему, тоже раунд электрические трансляции. «Это некая алимпиада для киборгов?» «Да, да. Кип-атлетика. Кип-атлетами. Кип-атлетами. Ты тренируешься?» «Кип-катлетами» «Да, конечно. Я отвечаю за свою часть за процессы «Ротеза России» в этом плане. Я в этом плане. Я в этом плане. Вы пострадали. Я слышал. Поговорили Путин уже в курсе про нашу команду, которая будет представлять Россию на мировом уровне. Враги везут сложную в Россию. Не только в процессе «Ротеза», но и в процессе «Ротеза». Ну, так долго. Я раньше, когда участвовался в «Ротезе». Которые проходили в «Ротезе», в «Ротезе», в «Ротезе», в «Ротезе». У меня тоже была такая возможность. Мне предоставили «Ротеза». Здесь еще другая часть трассы, где надо крутить лампу, торцен. Этим я тоже занимался. То есть периодически, особенно перед соревнованиями, я ставил свои задачи каждый день, хотя бы по полчасика «Ротеза». На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. Здесь мы видим основные этапы полета ракеты. Это все то, что нам очень интересно и то, что мы хотим измерить во время полета. Первое, все начинается с включения двигателя. Мы активизируем электровоспламенитель, который поджигает твердотопливный двигатель и ракета стартует, начинает набирать скорость. И нам важно измерить, как она это делает. Насколько быстро она ускоряется, какие перекрутки во время этого испытывать. И какую максимальную скорость набирать. Дальше мы наблюдаем полет по инерции до верхней точки, до апогея. И этот момент нам тоже важно зафиксировать. То есть, как в любом запуске, один из важных результатов – это максимальная высота, которую достигает наша ракета. Следующий момент – это вот четвертый пункт – раскрытие парашюта. Космическую командировку бортинженером корабля «Союз ТМ-27» и орбитального комплекса «МИРК». Во время экспедиции Бударин вместе с Талгатом Мусабаевым пять раз выходил в безвоздушное пространство. Через 207 суток, 12 часов 51 минуту, дежуров Мусабаев и Бударин успешно приземлились. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. Нажимаю на мейн камеру и я могу ее перемещать. Соответственно, то же самое я нажимаю на Direction Light и могу его немного перемещать. Соответственно, когда мы выбрали мейн камеру или Direction Light, то есть абсолютно любой объект, если мы нажали, у нас появляется окно инспектор. До этого окна инспектора не было. Что такое окно инспектор? Это настройка определенного компонента, соответственно, определенного объекта, точнее, настройка по компонентам разным. Например, в мейн камере мы видим цвет, тип и так далее. Если мы создадим кубик, нажмем в иерарке правой кнопкой мыши, тип объекта, выберем 3D, куб, у нас появился кубик. Вот сейчас он немного прогрузит. И, соответственно, мы видим окно инспектора. Меш-рендер это твердость, а нет, Box Collider это твердость, Меш-рендер это вид, как я перепутал. То есть, если мы отключим Меш-рендер, мы не будем видеть, насколько он просто пропадает. Компонент Transform, соответственно, один из самых основных, если мы его будем перемещать. Менять, точнее, параметры. У нас кубик будет меняться, соответственно, по этим параметрам. Давайте удалимся. Удалять можно просто клавишу Delete или правой кнопкой мыши. То есть, например, я покажу на Direction Light, правой кнопкой мыши Delete. Но Солнце я не советую никогда удалять. Солнце мы вообще никогда не удаляем. Потому что оно нам нужно. Соответственно, нарушение их естественных экологических, чем когда-либо. Потому что турии или сказки о будущем, которые, вероятнее всего, не наступят. В территории нашей встречи, на другой конец города нам нужно выписывать электронный пропуск. Как начнут обретать разумность, автономность, самостоятельность и в предыдущих. Можно описать эту логику сотрудничества. Их на самом деле больше. Это логика, которую я условно называю пилот самолета. Это когда искусственные надели какие-то не очень. Но однажды, в 2019 году, нам пришла в голову идея, что было бы хорошо добавить игру бустера. Бустеры помогают игрокам легче проходить плановые задания. Потому что они уже упёрлись в потолок своих возможностей. Им нужен был инструмент для того, чтобы лучше себя реалистовывать, получать ещё больше очков. Потому что клановые задания становятся всё сложнее сложнее. Добавили бустера. Игрокам, в принципе, понравилось. Да, они стоят монеток. Но зато можно проходить клановые задания дальше. За счёт этого кланы прокачались ещё сильнее. Сообщество, как бы, морально стало ещё более нагнетённым. И мы решили, что было бы здорово в PvP тоже добавить бустера. После этого, когда мы этот апдейт сделали, и игроки объединились в клопе с нас. Но продолжает перемен Amorา штучка, например или палец тоже в клопе с нас.